добрый день сегодня хочу поделиться с вами секретом как приготовить котлеты и щуки без сала для этого нам понадобится лук морковка чеснок манка сама щука перец вот я прям его немножечко взяла и майонез сейчас я начинаю готовить все продукты для перекручивания лук я кручу тоже через мясорубку вместе с мясом неважно или это щука или обычное мясо сюда же через мясорубку перепускается чеснок и морковочку я уже потерла на вот такую вот не сильно мелкую терку морковку неж не жалеем фактически чуть чуть меньше чем само количество щуки будет все ингредиенты готовы для смешивания фарш и я положила две столовые ложки майонеза этот продукт необходим для придания нашим будущим котлеткам пышности сольки по вкусу перчика манка манка я использую вместо сухарей и теперь я все эти ингредиенты перемешаю вы видите что я не добавляю ни яйца ни молоко то есть молока не не стоит добавлять потому что жидкости хватает во всех продуктах ну а яйца мне кажется придают некую жесткость нашим изделиям поэтому я в принципе яйца никогда не использую в приготовлении котлет фарш наш готов не забываем его отбить обязательно это придаст пышность вашим вашим будущим котлеткам за это время прокаливаем сковородку на наливаем подсолнечное масло при желании можно обваливать котлетки в панировочных сухарях в манке в муке я в принципе просто формирую будущую котлетку и сразу начинаю обжарку на подсолнечном масле наши цыплятки жарится желтенькие котлетки первый раз перевернула чуть-чуть схватились на среднем огоньке наши котлетки видите они великолепно отлипают от сковородки скоро я еще убавлю огня и накрою большой крышкой морковку можно заменять на кабачок только кабачок желательно отжать потому что очень водянистый не менее вкусно получается из из кабачком и 34 под крышкой пропарилась вторая сторона прожарилась перевернула на лицевую сторону и сейчас снова буду закрывать крышкой и тут уже минут семь я точно буду жарить котлетки готовы готовим гарнир и всем приятного аппетита